Лидера в этой весовой категории это представители Греции в красной форме Каракезиди Сава и представители Болгарии в синей форме Стоянов Демитар. Давайте посмотрим, как пройдет этот полуфинальный поединок. Я думаю, для многих он будет интересен и как просто полуфинальный поединок, и как поединок, где можно найти будет интересные тактические действия, интересные комбинации. И возможно для специалистов самбо смогут найти для себя какие-то моменты, которые могут потом применять в тренировочном процессе. А вот здесь вот смотрите, провалился немножко Каракезидис. Вот то, что я говорил, приемы с упором стопы в живот, они чреваты порой вот таким провалами, где потом попадаются на удержание, но здесь Каракезидис Сава смог предвидеть, что такое может быть, и, конечно, защитился. Опытные спортсмены не один раз уже участвовали в чемпионатах мира, поэтому они предугадывают ситуации. Моги от себя, ноги от себя! Борьба в основном идет сейчас за захват, за выбор максимально удобного захвата для применения своих коронных приемов. Вот сейчас здесь в очередной раз Каракезидис демонстрировал нам переход на болевой захват на ногу, и он уже выполнил в предыдущих двух встречах такие приемы, которые принесли ему победу. Проход в ноги, а вот здесь вот такое положение было опасное для болгарского спортсмена. А вот здесь что-то замешкался сейчас Каракезидис и пропустил, видите, вот этот проход на... Сейчас попытку выполнить болевой на руку, но смог справиться с этим положением. И в то же время, смотрите, пытается перейти на болевой захват на ногу. Интересно сейчас смог выйти из опасного положения и перейти сразу же на свою атаку, на болевой на ногу. Но арбитр почему-то остановил это действие. И вот сейчас предупреждение за запрещенный захват за пальцы выдает болгарскому спортсмену Стоянову. А вот неплохой проход, и сейчас возможность будет атаки, но нету этого действия важного для броска. А борьба перешла сейчас в партер и попытка провести болевой на ногу. Стоять работа! Хороший захват. Сейчас взял Каракезидис на спине. Вот мы видим, что он держит вроде бы доминирующий захват, но в то же время не дающий пока возможности атаковать. А почему? Потому что болгарский самбист сделал такое движение руками, блокирующее снизу и не давал подойти более плотно. Броски в основном, которые проходят корпусные, они, конечно же, должны исходить из плотного захвата. Если нет плотности захватов к сопернику, то тяжело выполнить броски корпусные, в частности, бросок через бедро, через плечи, мельницу, через спину, переднюю подножку. Ну и ряд других приемов. Упорный и равный поединок между двумя спортсменами. Каракезидис Савва, представляющий Грецию, и Стоянов Демитар, представляющий Болгарию. А вот здесь опять опасное положение, которое пытался сейчас провести болевой на руку, упал в партер. И, ну, смотрите, интересно, или это такая задумка со стороны Каракезидиса, видите, он отдает вроде бы руку, потом резко выкручивается и переходит на болевой на ногу. Пока что по предупреждениям проигрывает болгарский самбист, и, конечно, ему надо сейчас наращивать темп, попытаться сделать бросок или перевести борьбу в партере на удержание болевое, потому что у него есть предупреждение, которое он получил в начале поединка. А вот здесь вот неплохое было смена направления движения, но арбитр никак не оценил. И вот здесь уже подталкивало, видно было, что подталкивал болгарский спортсмен Каракезидиса. И вот на последних секундах перевел борьбу в партер Каракезидис и там уже удержал то совсем минимальное преимущество в виде предупреждения и таким образом одержал победу в этом полуфинальном поединке и вышел в финал. Финал 48-го чемпионата мира по самбо 2023 года. Ну и у нас еще с вами впереди четвертая полуфинальная встреча в красной форме представитель Казахстана. Бесимбаев Жандош и в синей форме представитель команды ФИАС-1 Леонтьев Владимир. Начался поединок. Очень уверенно чувствует себя.